Всем привет! Возвращаемся мы в Project Zomboid в одиночную игру. Я одну серию вырезал, потому что в прошлый раз я переночевал в лесу, отошел между двух дорог от домика, сел на стульчик, выспался и пошел по одной из дорог и я полтора часа шел по этой дороге вокруг. Почему темно, я не знаю, выходил было светло. Может поспать? Я шел на юго-запад очень долго, потом на юг, потом на восток. Получилось, я сделал большой круг, вот примерно вот такой дороги, только чуть шире, без разметки, без ничего. Никаких поселений, ничего не было. Это окружная явно дорога. Дошел я вот до перекрестка с железной дорогой, там был еще разъезд чуть дальше, его я первым нашел. Тоже зданий никаких нет. По этой дороге я дошел до какого-то депо и потом вот уже вернулся сюда. Одежда пропитана водой. Нужно было поспать, пока светло будет. Подождать. Вот свет посветлило чуть-чуть. Я тоже не знаю, куда ведет, но в депо, по-моему, я когда-то был. Там огромные, вроде складов, само депо здание. Поэтому есть шанс, что мы здесь что-то полезное найдем. Насколько далеко от города, я думаю далеко. Единственный раз, когда я был в депо, это было большое космическое путешествие вообще по всей карте. Немного неудобно, что нет. Вон они ходят уже. Индикатора постепенного усталости, он сразу просто чик включает, я успал. Сейчас посмотрим, тут электричество есть. И посмотрим, что это за разъезд. Может быть, это мне показалось. Но если есть забор, то он что-то огораживает. Правда, направленно, почему-то она внутрь. Верхняя часть. Так что, может быть, здесь что-то. Но хотя не видно никаких хозяйственных постройка или следов деятельности. Поезд. Без колес. Просто вагоны без колес. Не обращайте на меня внимания. Я здесь прогуливаюсь. Там наверх пошло все. В дождь, мне кажется, они вообще не должны ничего слышать, только видеть. А эти вон тут крутые. Ну, игра, я говорю, она уже давно перешла в стадию такого абстрактных коней в вакууме, поэтому мы не будем особо расстраиваться. Вот там какая-то рамка. Вот дорога есть, я по ней пойду. Не могу понять, что за образование. И вот. На огороды похоже. Теннисные корты. И край карты. Это гора, слушайте, сюда, это гора. Вот он за нее спрятался, да, это насыпь. Фига себе. Вот они, депо. Я, правда, был... Немного в другой... Депе. Чего же не так опять ко мне потянулись-то? Вон домик я вижу. Да, это здание депо. Я хочу посмотреть в домике, что... Ага, я навстречусь с такими же иду. Здесь есть... Ох, а это аж бежит, аж. Спотыкается. Раз. И тачдаун. На улицу, да. Аж хором. Поселок какой-то нашли, это хорошо. Там внизу есть гараж, это тоже хорошо. Вот то, что они меня преследуют, это плохо. Я хочу заглянуть в сарайчик. Вот он стоит. Эти овцы к нему и пришли. Заходи туда, это самоубийство. Мне нужно минимум секунд двадцать, что-то смотреться. В уме строю среднее положение отрезков. А мясорубки у вас, ребят, тут нет никакой. Вот явно гараж, там может быть что-то будет. Молотком троих в лучшем случае замесю. Есть вариант отвезти их и сюда прибежать, но вот овца стоит. Не подключается к общему спортивному движению. И не бежит за мной. С хорошим топором, конечно, тут их развеять, делать нечего. Но у меня никаких нет нехороших, не так себе топоров. Это у меня такое ощущение, что я прям в город вышел. В южную его часть. Вообще странное заведение. Во-первых, оно без выхода. Забор. Во-вторых, там в комнате было столов 10-11 просто в угол составленные. Темно, дождь, ничего не слышно, шум. Стойте занимайтесь своими делами. В лесу никого не было. Вот это хорошо сработало. Установка, что они генерируются только в жилых местах. Вот они мне начали уже перекрывать по-тиху. Здесь от души, конечно, их нагенерировали. Это, наверное, поезд тут остановился. Это пассажиры, которые куда-то ехали. На автоматике поезд приехал в депо. Граждане с него слезли. Сорадчик обломился. Такое ощущение, что по-другому-то и не будет. Я что не найду, все равно будут зомбаки. Первую волну надо будет прореживать. Прореживать. Что у меня есть? Чипсы. Вон, девчонки, туалет-билеты продают. Это тоже может быть что-то полезное. Все, обошли мы это заведение. Интересно, она не вызвала. Потому что ничего тут нету. Вот то, что они быстро бегают, не дает мне шанса. Добежать. А, там стул. Я спал на этом стуле как-то. Весь вопрос, как я сюда попал и как отсюда дойти до города. Я пока других возможностей для развития не вижу. Это спать на стуле в лесу около города и заходить днем щипать там. Пропитание себе. Нашел ветку деревянную, сделал себе каменный топор. Тяжеловатый, поэтому я его в сумке ношу. Вот все, и тишина. И никого. Это в железной дороге. Это наверх. На самом деле их сантемии не так уж и много. Но стоит ли затевать бучи? Там один коричневый сарайчик и вот этот. В депо могли быть предметы полезные. Вариант действий какой? Делать три каменных топора в надежде проредить. Острый камень, древесная ветвь. Потяжелело. Ножи для масла. Одноразовую скалку можно выбросить. Хотя она тоже нормальный. Урон наносит. Чуть-чуть перегруз все равно есть. Пусть это вот так. Ну сколько их там? В принципе не так уж и много. Если по одному, по два. Надолго затянется. Но если здесь не будет никаких инструментов, то я их только в городе. В лучшем случае там один какой-нибудь склад будет. Такой там я их смогу добыть. Поэтому возвращаемся в надежде. Заборочный главное не выйти. Надежде их слевенца проредить. Нету сбора никакого нет. Вон он идет один. Двое, трое. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Два. кто свет потушил вы чё вот самое главное топор он пока в норме 3 зомбака и топор в норме это говорит о том что человек 10 этим можно вот так затумкать мне выгонилось с беленькой начать бояться нет это потому что я ногами много долбил уцелил но будем пробовать так стойка какая смотри чё как она выносит до свидания быстрее успел и кимора так и не упала а топор уже в минусе зато понятно пока что идеология сейчас будет второй топор в минусе и я пойду в лес за топорами искать место там ничего нет абсолютно там просто стул и дверь в общем надо идти и заготавливать опять для топоров камни и ветки прочность чуть-чуть растет но очень мало еще не один топор сношу сейчас перестали слышать перестали слышать перестали куда-то делись они легкий напоминем бежит замерз они вот не замерзают хотя должны опачки вот это опасно ну ясно это телепаты целенаправленно бежала целенаправленно бежала это плохо все таких деревянных сразу вычисляем и уходим от них потому что об них только топор сношивать пчонки перестали сбиваться перестали сбиваться перестали сбиваться опять чтобы успокоились у меня на крайний случай молоток останется и скалка еще вот вот сейчас молоток топор вот этот каменный у меня развалится я все-таки хочу дойти или в депо зайти вдруг там настоящий топор в депо сверху вход это мне не нравится и вот то что они в текстурах стоят тоже как-то не алло ну посмотрим депо большой в принципе выбежать он и там пасутся этот бирже бежит уникум поведение ему было надо бежать с этой быстро договорились вот тут есть какие-то полки они тоже слышат этот звук это было бы смешно как они возбудились надо выйти из их зоны обнаружения они еще чуть-чуть побегают да здесь нет входа третий пришел так и бегут видимо сделали вот те рамки которые я выбирал в настройках они не жесткие а как бы тоже среди них иногда их исключение встречается я ставил 30 метров дистанцию преследования они вам втроем бегут за мной уже метров больше ста причем они меня уже давно не слышат еще один двое уже хуже одним топором один ударом двоих что ли топор как начал уже стираться давайте все из тени выходите да депо много надо осматривать легкая паника значит он меньше сейчас урона наносит вот оно депо верхнее помню откроем блин хотел сказать этих двоих сейчас заберу там толпы немерено пространственный шахматы вот я подергал ручку муж они откроют ее вот эти меня настораживают нет кто-то знает где и бегут целенаправленно подправлены Здесь душевые, то ли на то ли больше похоже. Гаражики опять. Ни фига тут нету. Что там? Сигареты? В мусорке найти покурить. Гвозди, мешок штукатурки, топор, коробка гвоздей, нитки. Не ходи за мной, не ходи больше за мной. Коробку гвоздей я там видел. Ничего похожего на топор там не был. Что там, макароны с сыром? Масло ТНЗ прям... На крайний случай топор как там? Скучные занятия. Ну не то что скучно, оно конечно адреналина дает. Выйдем сейчас. Ага, с двух сторон это плохо. Я хочу все-таки ящиков осмотреть угол. Внимательнее мог пропустить что-то. Внимательнее мог пропустить что-то. Все, тишина. Вот все, это лут на краю карты на складе. Платочный кол и нитки. Платочный кол и нитки. Бегать по городу, собирать их толпами и прятаться в домах и лутать, пока они там рассасываются из кучи опять по улицам. Просто нет вещей. Каменное депо, даже с дверью. Вон опять. Вот чего он побежал по мне? Или я себе льщу? Да, он от дождика побежал прятаться. Вот это какие-то особенные зомби. Кей, гвозди. Да, здесь склад большой. Девушка, ну вы же не такая неадекватная к этому дорожению. Уже спать захотел. Гвозди возьму, потому что веревку провесить хотя бы. По мере надобности. Пила. Уголь ведро тоже важно, но не сейчас. Маска сварщика. Я не сразу въехал. Брокколи надо взять и капусту. Купка скрепок. Шнур. Тоже нужен. Молоток не снашивают. Сейчас стрельба. Они побежали кстати туда. проволока копеечная все тяжело где видел гвоздей коробку в другом складе игла мы возьмем для ремонта написано огнестрельного и холодного оружия он стоит граждане лоб 3 килограмма это наружу явно вышит лом шнур тоже помогли ловушек нужен коробка гвоздей фонарик не нужен а если здесь буду спать не найдут меня еще полки вот вот это стоило походить здесь ломат я не знаю нужен для чего-нибудь в игре вроде бы нет таких вещей которые можно вскрыть только ломом поэтому он только как холодное оружие все надо выбираться в лес спать вот сюда мы смогу 3 килограмма дать и возьмем в пакет лом перегрузился он все равно перегруз все уходим отсюда пока не обратно не накопились пилу мы нашли пила неснашиваемая здесь тоже полка сейчас я снаружи посмотрю на это дверь до наружу выход ну все программа минимум выполнена мы нашли пилу осталась какая там сонливость успеем отойти куда нибудь он не потихоньку так и станет днем спать ночью ходить где-то звуки были не хорошие а это я поднялся обратно что ли и здесь выхода тоже нет хотя железнодорога выходит давайте посмотрим выходит ли на за за забором не загибается это порта уже нехорошем состоянии все сейчас выйти пойти к городу поближе вот тот домик был хороший я ничего не ночевала рядом с которым ночевал его бы обустроить да есть выход хорошо обнести бетонные бетонные бревенчатой стеной теперь вопрос идти просто на север или по железной дороге по общим ощущениям нужно идти на север чтобы прийти и примерно в те места откуда я пришел он собирать можно рядом никого вроде бы пить захотел кстати бутылка воды пустая бутылка пусть будет что нашел ничего но шансонный у меня уже ему кажется что снится ему что он ищет вот так некачественно 5 вот про что я говорил 5 нашел древесных веток человек 5 камней еще найти на самом деле вот здесь получается ограда уже есть хорошая железная это будет очень долго если вы обносить остатки и построить здесь ферму если жить фермерством то можно и здесь топор делать из подручных средств гвозей тут правда мало и значит единственный шанс это обнести уже готовое здание восемь веток уже древесных обнести готовое здание бревнами и потратить на ящики гвозди потому что респавна вещей нет в моих настройках и однажды взятые гвозди уже не появится и мне кажется металлургию они сделали только в плане вот электроды сварочная маска генератор скорее всего и можно варить что-то ковать под большим вопросом ковка изнурение да уже готов у меня вырубится здесь слишком близко к забору еще чуть чуть дальше отойду и лягу спать сяду спать здесь хорошее местечко они вроде не сильно вылезают из-за предела жилых областей так что есть шанс что я нормально переночую ягода 5 веток нашел острый камень это дело почему окна не сохраняет положение свое потихоньку растем все изнурение сейчас упадет в обморок ветками сейчас вот здесь положим чтобы было видно я кстати с собой еще ветку таскал три морда каааа что-то нашел шелки еще один острый камень можешь и когда захочешь все небольшой запас топоров есть ягоды щасеем чтобы не было перегруза и лягу спать воды тут нет вот мы обязательно нужно делать воду в общем посмотрю я топор видимо займусь очисткой все-таки топоры есть по брожу по депо почищу его ягода вроде в лесу есть здесь смысл особого уже закрепляться нет надо поближе к городу ну по крайней мере нашли пилу теперь мы можем уже место выбирать сами где строить базу или просто укрепляться посмотрим пила дала надежду спасибо вам за внимание всего хорошего удачи и пока следующий раз я наверно все-таки дочищу депо потому что там большие склады посмотрю что есть по результатам буду смотреть как действовать дальше 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 дальше